Приветствую вас. Дело в том, что в интернете нет приветствийности. В интернете человеку кажется, что он находится под защитой. Вот. В интернете кажется, что, ну, кажется в интернете, что человек как бы спрятался. То есть в интернете вот есть такое ощущение, что человек просто, ну, просто... не существует, там, условно говоря, его какая-то вот другая, ну, другая личина, да, и всё, и человек как бы вот, его как бы нет. И я бы сказал, что в этом заключается один момент, почему они это делают. Ещё один момент заключается, конечно, в том, что вот, ну, словно то, что вы называете глупостью, да, вот, при том, что возможно, 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 что так оно и есть, что это действительно глупость, но для этих людей это глупости, глупости не было, да. И, ну, как правило, если это всё-таки глупость, то к этому я относится соответствующим образом. Вот, в вашем случае к этому относится немножко по-другому, поэтому называть это глупостью, наверное, не стоит. Стоило бы посмотреть, почему они так реагируют на условно, если это их никак, например, не раздевает, да, ну, то есть вообще, вот, если их это никак не обесценивать и прочее, то дело здесь просто в том, что... Людей это объединяет. То есть это просто, вот, люди объединяют то, что им скучно, да, вот, и они ведут себя таким образом, ну, очень просто, потому что вот они такие-такие... Они боятся, что... Они боятся, что... Ну... Останутся один. Ну, понимаете, весь прикол в том, что они могут, и они, в общем-то, как ни парадоксально, они имеют право считать вас как угодно. Они находятся в своем праве, в своем, ну, своем праве. Вопрос заключается в том, что вы на это как-то реагируете. Вопрос заключается в том, что вы на это реагируете весьма и весьма негативно. И вот это, как раз, то, что вы реагируете на это негативно. И нужно разбираться. Понимаете? То есть, видите, вы как-бы, вы как-бы избегаете этой ситуации. То есть вы говорите о них, да, у вас, вот это вот, этот негатив, агрессия, может быть, обида, обращаются на них. А нужно, чтобы обращалось это к себе, но не в негативном, разрушающем ключе, а скорее в позитивном, осознающем ключе. То есть, что для меня значит то, что вот это происходит. Какие у меня чувства, как я начинаю себя видеть в этом ключе, как я себя ощущаю и что я хочу с этим делать. Вот примерно в таком, в таком, примерно, в векторе вам, мне кажется, нужно двигаться и только таким образом можно, условно говоря, что-то вот, ну можно что-то поменять, да. А пока что вы просто вот хотите в глубине души обесценить бывших однокурсниц. Вот. И, понимаете, какая штука, вы можете их обесценивать, вы можете их обесценивать, то есть это, как-бы, ну, не заплачено, да. Вот. Но на одном обесценивании просто, на одном обесценивании далеко не уедешь. Вот. Условно говоря. На одном обесценивании. Именно вот, что называется на одном обесценивании. Поэтому, а-а-а, прежде чем обесценивать, да, нужно разобраться, как, как вас это вызывает. И, 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 вот, как меняется, как меняется, образом говоря, ваш образ. А-а-а, как меняется ваш образ, э-э-э, там, контексты взаимодействия с этими людьми, например. Да? Вот. Почему этот образ меняется? Почему у него есть возможность, э-э-э, ну, меняться, меняться вообще? Условно говоря. Почему у него есть возможность меняться вообще? Вот. А-а, и, соответственно, э-э-э, когда вы будете это понимать, когда, если вы это будете понимать, э-э-э-э, то ситуация будет, ну, на мой взгляд, гораздо, э-э, лучше, гораздо, комфортнее, гораздо, э-э-э, прозрачнее, естественнее, естественнее для вас смотреть. Если тогда вам будет продолжать хотеть их обесценивать, да, то, это ваш выбор, это ваше право. Я думаю, что кто-либо вас за это обсудит, оценит и так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.